Здравствуйте! Меня зовут Андрей Никутюнов. Я сопредседатель по повсюжению с детской солидарности. Уже же он маленький относительно, но достаточно наглый и бодрый. В частности, мы сотрудничаем с ребятами, которые здесь есть, из техникума, как он называется. Да, это как говоришь? Да. Ну, меня пригласили, за что большое спасибо за приглашение, рассказать про видение мной и нашему союзу такого понятия, как академическая свобода. Ну, во-первых, как говорится, свобода, наверное, любая, это скорее состояние внутреннее, но это внутреннее состояние, у которого есть некий внешний атрибут. Вот, наверное, именно об этих внешних атрибутах я разговаривать и буду, потому что там разговаривать об внутреннем, это, наверное, к психологам скорее. Значит, да, это короткое совсем историческое отступление. Как бы российские университеты, мы же говорим все-таки российские университеты, в первую очередь, они совершенно безусловно являются университетами в европейской традиции, то есть какой-нибудь ссылки на опыт каких-то китайских товарищей, это совершенно не по адресу. Мы говорим о традиции европейской, европейские университеты, они, как хорошо известно, сформировались в средние века, и сразу они сформировались достаточно свободными и независимыми от местных феодалов, служебендов и так далее. То есть бывали, конечно, неприятные эпизоды, типа, с громом каких-то университетов и так далее, но в общем и целом всегда университеты были достаточно автономными, вплоть до того, что на территории университетов не всегда действовала юрисдикция места, то есть, например, нельзя было задержать студента на территории университета, мне, пожалуйста, а на территории университета полиция не имела права заходить или милиция, как это там называлось, и эти традиции, они там прошли достаточно длинный путь, и сейчас некая свободная и независимость университетов в Европе понимается одним образом в Америке, другим образом, в зависимости от университета, там тоже есть определенные различия, но говорить о частности, как я думаю, что смысла особо нет, мы поговорим именно о некой общей ситуации. Значит, в чем, собственно, состоит общая ситуация? Что университет должен быть независим, преподаватели и студенты в этом университете тоже должны быть независимы, ну, что же это, собственно говоря, значит? Во-первых, независимость начинается со свободы самоуправления, вполне очевидно. Соответственно, свобода самоуправления вполне очевидно подтверждает, что ректор университета, ну, я буду говорить всегда слово «университет», естественно, под этим можно принимать и школу, техникум, академический институт, там, научно-исследовательский и так далее. Ну, вот «университет» — это наиболее такое, будет сейчас, универсальное слово. Значит, ректор университета должен быть свободным и независимым, то бишь, разбираться с членами университета. В общем случае, он должен разбираться профессорским, преподавательским составом, может быть, вместе со студентами, может быть, еще как-то. Но это должно быть выбрано. Причем выборная не в таком анекдотическом виде, как она иногда бывает в российских вузах в последнее время. Когда есть некий наблюдательный совет, в который входят какие-то непонятные чуваки, какой-нибудь там замминистра образования, два олигарха, сам ректор и еще какой-нибудь говню в таком духе. Да, и они вот говорят, что вот у вас будет такой ректор, выбирайте его. То есть выборы проходят там практически без альтернативы. Ну, это, конечно, неправильно. Естественно, что ректоры должны предлагаться профессорским, преподавательским сообществом, может быть, студенческим. То есть наблюдательный совет, и попечительский совет, или как там он будет называться, в данном случае, наверное, может предложить свою кандидатуру, но она должна быть одной из многих других. Совершенно, конечно, недопустимо, когда кандидатуру ректоров спускают сверху Министерство образования, еще кто-нибудь. Это, конечно, ненормально. То есть, в первую очередь, директор – это фигура, которую должны предлагать преподаватели, в общем случае, инструменты иногда, и вот они должны его выбирать. Ну, может быть, несколько кандидатов. То же самое, конечно же, касается и руководителей структурных подразделений, то есть факультетов, кафедр и так далее. Причем, вот эти вот избранные руководители, они должны назначаться на какой-то срок, как оно обычно и есть. Ну, все-таки декан, или ректор, или заведующий кафедрой – это должность с некоторой спецификой, поэтому, наверное, там ограничений по количеству сроков быть не должно, и оно должно быть, но достаточно мягкое, не как с президентом. Ну, в общем, должно быть, безусловно, некая процедура импичмента, отзыва, или выражение вот ему недоверия, или как-нибудь еще назовите. То есть мы, преподаватели-студенты, ректора назначили, мы же его можем и снять, если он не понравится. То есть ректор должен быть, как говорится, подконтролен именно к преподавателю. Как это, кандидат и так далее. Второе важное, то есть если ректор, можно так назвать, условно президентом, то есть еще и, так сказать, кабинет министров. Вот кабинет министров обычно называют ученым союзом, это проекторы. Проекторы обычно назначаются ректором, но, опять же, должна быть какая-то внятная процедура, как если ректор-дурак назначил плохого проектора, то должна быть некая внятная процедура, чтобы этот проектор мог быть снят. Ну, например, бывают, собственно, случаи, когда, скажем, в ТИИ одно время был такой проектор по науке, у которого была списана диссертация. Ну, проектор по науке, который сам не смог защитить, получить честную ученую с ним, это, по меньшей мере, странно. То же самое касается, например, какой-то там проектор по строительству, который запросто может оказаться жуликом, хотя неожиданно. Но все-таки, наверное, проекторы должны быть подконтрольны ректором. Ну, один из важнейших, на самом деле, органов управления университетом – это так называемый ученый совет. Вот, как говорится, что мы имеем и как оно должно быть. Что мы имеем, например, в том же самом физике, я, собственно, работаю в МФТИ, законченный в ГУ, я математик. Надо было с этого начать. Собственно, например, в ученом совете МФТИ половина, если не ошибаюсь, членов ученого совета, они не имеют ученую степень. Такие ученые нормальные, да? Начальник отдела кадров, еще заместитель начальника отдела кадров, начальник юридического отдела. Все из таких людей не может быть в ученом совете, потому что тогда это должно называться как-то по-другому. И ученый совет – это очень полезный, исторически сложившийся орган управления университетом, который традиционно наполняется с заведующими кафедрами, из деканов, из каких-то еще уважаемых университетов людей. Это, наверное, если сравнивать, скажем, с историей, так же, типа сената в Российской империи, куда часть чиновников ходила по должности, часть назначилась на пожизненные настройки, потому что ребята хорошие. Ну, вот, собственно, примерно таким органом и должен быть ученый в среде. В первую очередь, это должна быть именно коллегия ученых, потому что ученые знают, как управлять наукой, чиновники не знают. Чиновники могут помогать и исполнять какие-то функции. Например, там не должен быть большой ученый, заведующий завхозом. Ну, это что касается ученого совета. А дальше, собственно, как в рамках академической свободы должно быть устроено направление университета. Есть еще, конечно, такой орган, как конференция профессорско-проподавательского состава. Ну, собрать всех преподавателей в одном месте, чтобы они за счет проголосовали, такое бывает, конечно же, редко. И это довольно сложно. И, хотя, как все принципиальные решения, должны приниматься, конечно же, именно вот так вот на конференции. Естественно, конференция должна проводиться честно, свободно, демократично, то есть без затыканий рта преподавателям и так далее. Это то, что мы говорим, если говорить именно об административном устройстве. Ну, это, на самом деле, не все. Можно иметь хорошее административное устройство, но при этом быть полностью зависимым от каких-то внешних обстоятельств. Например, собственно, опять же, как бы Россия сейчас хороший пример, потому что в разных вузах можно наблюдать, как по-разному эта академическая свобода зажата и придушена. Где-то сильнее, где-то слабее. Например, во многих университетах выбранный ректор, хороший ученый совет, но, к сожалению, он не может функционировать, потому что он говорит, а, ребята, вы, конечно же, молодцы, очень свободно, интересен, но если вы примете такое-то решение, вам денег не дадите. Если вы вам не дадите денег, то вы умрете с голуба. Поэтому, собственно, следующий важный аспект академической свободы – это деньги. Деньги. Ну, в России частые вузы есть, но это редкие исключения из правил, поэтому все-таки общее место – это государственные вузы. И деньги, которые получают университеты – это деньги государственные. Так называемые госзадания. Деньги, которые выделяются на обучение студентов по тем или иным списаниям. То есть, грубо говоря, государство выищено, потому что в следующем году там 200 инженеров, 300 математиков, 400 биологов. Вот вам деньги на то, чтобы мы их подготовили. Это, собственно, те самые бюджетные места. Ну, про то, что подушевое финансирование – это бред. Там, наверное, уже разговаривают. Бессмысленно же все это и так поняли, что тут говорить. Но, в общем, грубо говоря, стоимость такая, что тот мешок, который государство выделяет университету, это по непонятному недоразумению считается, что это милостынье. Что вот, ребята, за вашу лояльность мы вам даем денег. Это, конечно, чушь собачья, потому что не функция государства контролировать университет. Функция государства – это давать университету деньги. Потому что функционирование университета, оно важно для государства само по себе. Безотносительно того, нравится руководству страны, о чем говорят эти поганые студенты, эти дурацкие преподаватели, не нравится, не связанные вещи. И вот это вот разделение финансирования университета с идеологией, оно очень важно. И это как раз существенная часть академической свободы. Потому что очень часто можно встретить, в случае, от коллег-преподавателей, такие слова, что «ну, мы лишь не за деньги работаем». Нет, мы работаем за деньги. Потому что когда мы ходим в магазин и покупаем себе чего-нибудь покушать, мы платим деньги, а не что-либо еще. И, например, недостаточное финансирование российских вузов, которое и было, и есть, оно уже привело к тому, что российские вузы просто потеряли огромное количество специалистов. То есть очень многие люди, которые могли бы работать и хотели бы работать, но еще они хотят кушать, поэтому они уезжают. Или за них выбираются в какую-то другую сферу деятельности. Это огромные совершенно невосполнимые потери. То есть вот финансовая независимость, это, на мой взгляд, здесь тоже одна из составляющих академической свободы. Финансирование вуза должно быть полностью отвязано от воли властимущих. Второй аспект вот этой же финансовой свободы это совершенно страшная удавка, которую мы, многие до сих пор не понимают, что это именно удавка или что-то еще. Это гарант. То есть когда бабло дают на целевое исследование, то есть, кажется, на то, что вы занимаетесь, скажем, медицинским исследованием мы вам денег дадим, а на то, что вы там занимаетесь своей дебильной математикой, мы вам денег не дадим. Ну, это еще можно как-то, вот эту ситуацию еще можно понимать, когда... А вы сейчас имеете в виду прикладную и фундаментальную науку разделяете, да? Я не разделяю, я в данном случае не разделяю прикладную фундаментальную науку. Сейчас я пересеку ручку, причем... Значит, государство может сказать, что нам нужны такие-то исследования и их каким-то образом профинансировать. Но это финансирование должно идти сверх того, что университет, институт, сфера науки в целом получает достаточное финансирование для своего функционирования. То есть сначала государство должно начать платить преподавателю нормальную заплату и обеспечить ему нормальным рабочим местом, и обеспечить ему возможность заниматься наукой, если он этого хочет. А потом уже оно может дополнительно профинансировать научные исследования. Потому что сейчас ситуация выглядит так. И это не важно, прикладная наука идет фундаментально. Сейчас ситуация выглядит так. Вот у меня есть грант, в этом у меня все хорошо. У меня нет проблем с деньгами, у меня нет проблем с тем, чтобы съездить в Санкт-Петербург и так далее. Если бы у меня не было гранта, то у меня эта проблема была бы. То есть я не мог бы себе позволить, скажем, взять там подать 10 тысяч с котляцией в Санкт-Петербург. И это совершенно ненормально, потому что грант, ну где грант, да, это целевой финансированный. Ну вот ты, там, Иванов проводит какое-то конкретное научное исследование, ему на эти научные исследования нужны конкретные деньги. Ему нужно купить установку, расходники, нанять инженера, нанять программисты и так далее. Ну понятно, что она сама ситуация. Естественно, эти деньги у него там не из зарплаты своей должны эти деньги отдавать, правильно? Поэтому вот, собственно, грант, целевое исследование. Но это целевое исследование, оно должно быть помимо нормальной человеческой заработной платы, которая должна быть у преподавателя или ученого. В этом плане, вот как раз сегодня, когда я продумал сегодняшний рассказ, я вот придумал, потому что и замечательный пример того, как гранты удушают фактическую науку. Я вот человек курящий, и, например, большая часть, это не секрет, это не какой-то же домосовский закон, это прям противно реальный, что большая часть исследований о вреде курения финансирована компаниями, которые выпускают средства против курения, да, там всякие, там, тяги-никотиновые пластыри и там подобного бруду. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что из-за этого существенная часть исследований, они имеют совершенно очевидный переход, потому что если вы докажете, что курение вредно, то мы вам денег дадим, если не докажете, то кем это изменить. Ну, соответственно, в результате есть достаточно... Я не про то, что курить полезно, а я про то, что есть достаточно существенное количество исследований, заведомо специфицированное, потому что люди хотели получить денег, и они не хотели провести именно какой-то объективный научный исследователь. То есть вот эти вот перекусы, это как раз результат несбалансированной грантовой системы. То же самое есть и во многих других ситуациях и историях, например, если мы поговорим... Если, например, в глобальном потеплении, то тут тоже есть хорошо известный прикус, когда просите половину идиотов кормят борцы с глобальным потеплением, а вторую половину кормят те, кто считает, что его нет, то в результате, если вы посмотрите какие-то исследования, то возникает ощущение полного безумия, потому что и с той, и с другой стороны люди пишут какой-то бельмотив. Вот. И... Есть, конечно, и в фундаментальной науке, и в прикладной науке такое понятие, как модная тема, например, сейчас очень модная тема среди физиков, среди физиков, это теоретическая физика, например, теория струн и так далее. Вот, знаете, сейчас там деньги иностранцы в основном дают, просто пожалуйста, хоть и бы занимайтесь. Ну, там, а на что-то другое, там, например, на теорию группы, там, например, денег не дают, потому что сейчас не могут. Это, конечно, тоже понятная ситуация, но она, наверное, не так страшна, когда у преподавателя есть зарплата, то есть, когда от того, что он не получит граждан, не зависит, то он будет тут кушать следующий месяц или не будет. То есть, вот эта вот финансовая составляющая, она тоже играет большую роль. Ну, наконец, еще одна важная вещь, составляющая тоже академической свободы, это вопрос взаимоотношения с обществом, потому что, ну вот, о чем вы думаете, когда произносите слово «бюджет». Вы думаете о нищем, с обменным жизнью, несчастном человеке, который, у которого нет денег, да, который, собственно, в себе презираем и так далее. Всякие многочисленные шуточки по поводу, не знаешь, никуда нельзя иди в пет, лучше дочь проститутка, чем с обменным бюджетником и так далее. Вот это все эти многочисленные шуточки, которые появились в 90-х годах и не утратили никаким образом своей актуальности и поныне, они, это, в общем, проявление вполне понятной вещи, что с точки зрения современного российского общества преподаватели или ученые, ну, в общем, чумошник, да, так выражаясь по-простецки, да, человек, который, собственно, ничего в жизни не добился, занимается какой-то непонятной фигней и так далее. Отсюда, собственно, как составляющая, это некие стереотипы по поводу того, что все преподаватели взяты, шлики и так далее. Это тоже некая составляющая академической несвободы, потому что в реальности очень многие преподаватели очень часто принимают, ну, например, недавно, очень часто принимают решения, которые противоречат их совести и здравому смыслу, ну, например, не так давно, неделю, примерно, назад в Белгородском государственном, с позволениями сказать, университете члены диссертационного совета написали хвалебное словословие о том, какая же замечательная диссертация у господина Мединского, просто вот мёд в уши. Ну, почему они так сделали? Они, что, плохие специалисты или они плохие люди? Я думаю, что нет, они специалисты, они, скажем, что нормальные, люди, они тоже, скажем, что не самые плохие, но вот они считают, что если они сейчас вот лезут начальственное место директора праздничной, то тогда вот им там деньги каких-либо дадут, или хотя бы не так больно будут бить дубинкой поколать. Ну, конечно. С одной стороны, люди, не будучи фактически никак конкретно запуганными, они сами подламываются под, сами прогибаются, что называется, под начальство просто потому, что они не чувствуют никакого собственного достоинства, а во-вторых, другие их коллеги, например, преподатели московских вузов, или преподаватели Санкт-Петербурга, или Екатеринбурга, или других городов, они не объявляют им байкот, не говорят им, что они не решите белгарские преподаватели, что они не правы, что так нельзя поступать и так далее. Как раз потому, что нет нормального взаимодействия между преподавателями и обществом. Нет взаимодействия даже внутри преподавательского сообщества, то есть нет чувства солидарности по отношению к коллегам, нет некой взаимопомощи. Это уже, скорее, вопрос, где конкретно университетский, а общий. В России, в российском обществе это везде так, к сожалению, что отсутствует чувство солидарности по отношению к своим коллегам, близким, знакомым и так далее. И вот это тоже очень важная вещь. Вот, собственно, ну, понятно из того, что я рассказал, наверное, и что я подразумеваю по словам «академическая свобода», как она достигается, каковы внешние, так сказать, ее атрибуты. Ну, важный вопрос еще, конечно, состоит в том, а почему мы имеем то, что мы имеем? Потому что, на самом деле, даже в Советском Союзе, хоть я и ни в коем мере не идеализирую Советский Союз, в Союзе и в том числе с «академической свободой» была куча проблем, но даже в Советском Союзе люди писали какие-то там коллективные письма, люди делали какие-то совместные коллективные действия, хотя это было очень страшно и так далее. Но сейчас зачастую даже этого нет, потому что научное сообщество, академическое сообщество, это очень сильно атомизировано. То есть, вот даже, опять же, на примере физтехов, в котором я работаю, в котором действуют хорошие количество организаций, я могу сказать, так вот, мы, например, добились за два года наших деятельностей, зависит от того, чтобы зарплаты в 3,4 тысячи рублей выросли в 2,5 миллиарда. Ну, это очень существенная сумма, между прочим. То есть, если, там, 2 года назад я получил зарплаты в 30 тысячу, а сейчас я получил, там, ну, 70 тысячу. И вот, разница такая вот, понятная. Но при этом, несмотря на это, очень многие люди говорят, что, при этом, молодство, да, боитесь дальше, но мы, как все шкупать не будем, потому что мы боимся. Чего бояться? Ну, понятно. Потому что уже давно-давно ясно, что внутри института, как бы, члены профсоюза, никто не собирается додобить или еще что-то, потому что, ну, вот они, там, лидеры профсоюза, всем хорошо известные, никто их не трогает пальцами. То есть, здесь есть некая индивидуальная, не хочется говорить, слово трусость, наверное, все-таки придется, не знаю, я никакого другого синонима, менее обидного. Есть индивидуальная трусость и есть отсутствие желания всерьез бороться за свои права. Это вселенская общественная апатия, в которой пребывает наше общество, как раз является главной, допустим, причиной той академической несвободы, которая, собственно сейчас занимается. В чем же, собственно, как, вот, как, вы говорите, дожди до жизни в таком? Ну, вот, смотрите, в течение, вот, в начале 90-х годов в России в Беликой университете было все, что угодно, кроме денег. Академическая свобода, ну, вау. Что же делать, что хотите? Все вообще, совершенно неинтересно, что у вас там происходит в университете. Читайте, какие хотите курсы, видите, какие хотите занятия. Собственно, вот оттуда рода бы с начала 90-х годов, например, огромный, там, например, независимый университет в Москве, это один из сильнейших математических вузов, кстати, часто, если я правильно понимаю, который вообще в России есть. Он сильнее, чем МИХМАТ НГУ или МАТМЕХ СПБГУ. Собственно, тот же самый европейский университет, например, оттуда уже рода. Многие очень сильные школы, которые с каких-то уникальными медицинами таки... Собственно, ребята, если вы там сами разберетесь, что пожать, работайте как хотите. Ну вот, с тех пор шло постоянное наступление на эти академические свободы, везде, в основном, с приходом нашего нынешнего любимого, конечно же, президента. И это наступление, оно не было, то есть не было какого-то немедленного сворачивания академических свобод, что типа, вот вчера вы еще могли делать все, что хотите, а сегодня уже ходите по стенке. И нет, оно шло очень плавно, очень постепенно и так далее. И преподавательское сообщество, оно на самом деле понимало, что вот сейчас там здесь поджали, тут поджали, здесь еще чуть-чуть кусочек отрезали и так далее. Но оно с этим не борося, потому что оказалось, что вот сейчас еще чуть-чуть, ну ладно, бог себе, сейчас еще чуть-чуть, ладно, черствую, зато денег чуть-чуть дали, ты смотри. И в результате это привело к тому, что денег дали, кажется, в два раза больше, а свободу уже стало в десять раз меньше. И это, как раз, опять же, следствие того же, о чем я говорил. Люди считают, что когда им государство дает деньги, она им милость оказывает. Нет понимания, что государство – это наш наемный рабочий. И нет понимания, что мы выбираем это государство. То есть люди относятся к властям, как к некому данному сверху институту. Ну, это серьезная проблема. И вот вторая проблема, о которой я чуть-чуть говорил, которую я хочу сакцентировать четко и понятно, это что основная проблема отсутствия академических свобод – это отсутствие самоуважения у преподавателей. Почему? Я уже чуть-чуть говорил, что, собственно, негативные отношения в обществе и так далее, и так далее. Но вот это отсутствие какого-то внутреннего степени, что ли, в преподавателях и так далее, вот их мягкость, мягкотелость, она, собственно, является как раз основной проблемой, почему эти свободы академические продолжают сворачиваться и почему, собственно, почему их сворачивать, потому что есть куда сворачивать, люди не сопротивляются. Что делать? Вот, да, ну, еще по поводу, кто виноват, все-таки, скажу еще одну вещь. Естественно, что ответственность за сворачивание свобод в первую очередь лежит на государстве. И на плачевном состоянии науки – это, безусловно, вина государства. Я не собираюсь перекладывать вину с больной головы на здоровье. И, конечно же, наши многочисленные министр образования должны быть судимы. И Фурченко, и Ливанов, и Филиппов – это люди, которые совершали уголовные преступления по отношению к российскому обществу. В советские времена это называлось «измена Родины». Вот Родину они, гады, не любят и ненавидят, и всячески ее и изменяют. Но вина, которая лежит на этих людях, на чиновниках, она не отменяет того, что виноват и каждый из нас. То есть, ну, понятно, что там студенты не виноваты, мы не успели стать виноватыми. Я виноват в меньшей степени, чем, например, мои старшие коллеги, просто в силу возраста. Но, в общем-то, наша, вот как в замечательном фильме «Вэз, значит, вот это» было, да, есть те, кто виноваты больше других, но частью это лежит на тебе. То есть, чтобы найти виновата, для начала чтобы посмотреть в зеркало. И это вина, то есть, из-за которой не надо посыпать голову пеплом, биться головой об стену и так далее. Нет, это надо осознать, что в том, что происходит, виноватый ему в том числе. Теперь что-то, что делать? Ну, как что делать? Бороться. Один из реально действующих и нормально работающих инструментов, если я правильно пользовался, это создание независимых ассоциаций. Преподавателей, студентов и так далее. Хорошо создавать движение. Еще лучше создавать профсоюзы, то есть, местные ячейки, организации, которые работают в данном ВУЗе и которые реально борются. То есть, что значит бороться? Это значит, в первую очередь, иметь свою повестку. То есть, мы считаем, что, мы не считаем, что ректор сволочь, гад, его надо отдать под суд, а мы считаем, что ректор не прав, поскольку он делает то-то, то-то и то-то. А надо делать то-то, то-то и то-то. То есть, некая позитивная программа развития вашего университета, там, школы и так далее. Потому что борьба всегда происходит не между людьми. Если вы начнете бороться с вашим ректором, как с человеком, он вас победит. Бороться должна система, бороться должны соответствовать идеологию. Вы приходите к вашему работодателю, к вашему администрации со своей повесткой и пытаетесь ей ее навязать. Вам же не важно, какая фамилия будет у ректора. Вам важно, чтобы у вас выросла зарплата, чтобы у вас снизилась нагрузка, чтобы ваш университет или институт не приглашали читать детства Старикова и так далее. Правда? Вас же это интересует. А кто будет не приглашать Старикова или кто будет платить вам высокую зарплату? Вам, скорее всего, все равно. Соответственно, выработка и формирование своей позиции своей ясной, четкой повестки и ее донесения, ее в первую очередь, до ваших коллег-преподавателей. И да, есть огромная проблема с солидарностью, но поэтому в МФТИ на тысячу преподавателей в нашем профсоюзе не 900 человек, а гораздо меньше. Но навязать свою повестку, это значит привлечь к себе сторонников. Да, многие из них не будут ничего делать, чтобы вам помочь. Да, многие из них ограничатся только моральными поддержками и с тобой, дружище. Но некоторые из них пойдут за вами и будут вам помогать. Например, собственно, в МФТИ, когда было одно из важных наших сражений, которые мы выиграли, когда в Фестерк приезжал заместитель министра образования целый, у нас в аудитории, в котором проходила встреча, это большая аудитория, там был, это выглядело очень смешно, потому что на первом ряду сидело 10 таких в пиджачках, в галстучках проректоров, деканов и прочих прибеженных, особенно император-лиц. До второго ряду было пусто, а до третьего ряда, до самого потолка этой аудитории сидели, собственно, злобные преподаватели, и этого самого замминистра, и ректора, и так далее, и мы, в общем-то, на конкурс строили нормальную обструкту суда. То есть, как бы, вот это давление в будении этой аудитории, оно чувствовалось, и там было не так много чего в Союзах. Это были просто люди, которые, собственно, не то, чтобы нам поверили, но они поняли, что они, в общем-то, поддерживают нашу повестку и поняли, что прийти на эту встречу не страшно. А с вами никогда не вступили? Нет. Ну, мы не заставляем ее вступать, мы в Союз. Хотят вступать, мне хотят не вступать. Это дело хозяйское. У нас в Союз, собственно говоря, то есть у нас в Союз, как партия большевиков, не очень большая, зато эффективная. В отличие от партии СА, которая была не очень эффективной, зато очень большая. А кто, собственно, приезжайте, победил, всем известно. Собственно, что тут еще можно сказать? Бороться, создавать свои горизонтальные структуры, навязывать свою повестку вашему руководству. Самое главное, что точно не надо делать, это не надо думать, что у вас в суде защитят. Что добрый судья там отменит какой-нибудь приказ в вашу увольнение и так далее. Не, не отменит. И не отменит, но легче вам от этого не станет. Практика показывает именно это. Все права и все свободы, которые у вас будут, это только те права и свободы, которых вы сами добьетесь. Ничего другого не будет. Неважно, что написано в уставе, в законе, в уголовном кодексе, в административном кодексе, где угодно, хоть в женяской конверсии по правам человека, будет только то, чего вы добьетесь сами. И ничего как. Вот что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. Ну и я надеюсь, что это все-таки не будет моим монологом бедному ссаднику. Даже все-таки, конечно, как-нибудь приятнее было бы, интереснее было бы, и диалог хватит, и монологов, и занятия. Поэтому, собственно, жду ваших вопросов и мнений. Вопрос все-таки не очень понятный. Я так понял, вы все-таки считаете, что возможна финансовая независимость в государственных вузах? На имеется в виду, это сложно понять, потому что финансирует государство, и в ваше представление об академических свободах университет полностью независимым государством. То есть вы считаете, что это реально? Ну, я считаю... Это выглядит немного утопично, вот особенно, как устроена система экономическая сейчас. Ну, это может быть и выглядит утопично, но при этом я считаю, что это вполне реально. Дело в том, что, во-первых, у государственного вуза, как и у любого другого, есть возможность и для самообеспечения деньгами, то, что называется «эндамбэнд». И, в принципе, никто не запрещает в лужу заниматься тем самым, прости господи, «эндамбэнд». То есть собирает деньги со своих выпускников на добровольник, естественно, да, и так далее. Это вполне реально, это может обеспечить существенную часть финансовой независимости. Но в конечном счете дело речи идет о том, что вуз должен финансироваться по понятным правилам. Эти правила какие? Что у вас учится столько-то студентов. Окей, значит, на студентов мы выделяем столько-то денег. У вас такие-то есть корпуса. Мы вам дадим нет денег. Вы занимаетесь таким-то ночным уседанием, поэтому мы вам даем денег. Собственно, и вот это вот выделение финансов, оно должно быть достаточно четко прописано. И в том случае, если государство денег не дает, то преподаватели вуз должен эти деньги требовать, потому что это не подачка, а то, что ему принадлежит. И общество должно в этом вуз поддерживать, ну, если это, конечно, справедливая требования. Если вуз требует миллион долларов мелкими купюрами вертолетов, наверное, не стоит поддерживать. Вуз-вуз офиген, да, но такое все-таки бывает редко. То есть, вот, поддержка финансовых требований и притязаний вузов, она должна быть общественно поддерживаемой инициативой. То есть, ГУ хочет денег. Дайте им денег. Они хорошие ребята. Они нам, обществу, нужны. То есть, здесь, грубо говоря, поддержкой вуза должно выступать общество. Я считаю, ну, вот, собственно, примерно за счет этого союза университета и общества, это, как раз, финансовая независимость и должна достигаться, как я понимаю. Ну, вот. Да, я сначала представлюсь, да, поскольку уж. Вот, я, Екатерина Крузенева, я проработала очень много лет в гидромете, Российский государственный гидрометеорологический университет, который сейчас испытывает большие проблемы с реектором новым. А потом, ну, уехала и работаю в Финлянде-Финском метеорологическом институте. Вот. И я задам довольно много вопросов, поскольку, как бы, я варилась там в этой среде. Варилась и продолжаю вариться. Значит, первый вопрос вот по поводу ученого совета. Я была членом такого ученого совета, вот, и вы сказали, что он состоит из завкафедры, там, деканов, все вот, и он еще состоит из представителей, так называемой общественности. От каждой кафедры выбираются люди. От каждого факультета выбираются просто люди, вот такие вот. Вот. И что вот это вот некая научная среда, да, которая должна определять вот все в ВУЗе. Вот. Ну, вот по опыту работы в таком совете, я скажу, что такие советы очень манипулируемые. Очень манипулируемые. То есть пришел, вызвали декана, с ним поговорили, декан выступил, замдекана выступила, и вот они все повернули. Так что ученый совет принимает решение, которое, ну, совершенно противоречит интересам всего ВУЗа. Вот. И у нас это происходило тогда раньше, когда я была реже, сейчас это происходит просто каждый день. Вот. Соответственно, вот как с этим, да? Ну, дайте отвечу. Давайте попробуйте. Ну, то, что у вас, собственно, что вы говорите, оказывается, депластируют, что у вас был, так сказать, существователь, ручной ученый совет. Так он у нас не один. Не дайте, давайте я вам ответить еще. Потому что декан у вас фигура, манипулируемая ректором, замдекан у вас фигура, манипулируемая деканом, соответственно, ректором и так далее. Как говорили, у нас не черчилы, демократия плохая штука. Но ничего лучше пока не придумали. В случае с управлением университетом ничего лучше, чем коллегиальный орган ученых, которые управляют университетом, нет. Собственно, то, о чем вы говорите, я говорю только о том, что у вас в ученом совете не было независимых людей, которые были бы в состоянии навязать остальным коллегам некую правильную повестку дня. Не было спора, не было дискуссии, не было доказательств, как бы, с другой точки зрения. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, есть еще конференция преподавателей. Принципиальные вопросы по российскому, в том числе, законодательству, принимаются, как раз так, конференция преподавательского состава. Я... Нету никакого лучшего рецепта, чем ученый совет. Потому что у вас или университетом управляют ученые, а вопрос формирования этого ученого совета – это вопрос о день. Я не хочу его касаться там. Вот я как раз именно на этом пыталась его и задать. Вопрос формирования ученого совета. Это, знаете, это частости, которые, собственно, нет смысла особого сейчас обсуждать. Потому что речь идет именно о том, что этот ученый совет, он должен состоять из ученых. И то, что это будет плохой ученый совет, значит, плохие ученые. Или хорошие ученые, но не смогли выбрать правильный ученый совет. Это вопрос совершенно другой. Ученый совет или ректор, или декан, или заведующий кафедр, они всегда будут плохими, пока на них не оказывается давление снизу. Понимаете? Когда у вас, если у вас преподаватели самоустранились от происходящего, ну, что ж поделаешь? Потому что я, поверь тебе на слово, что если как-то деканам, замдекана, к другим членам ученого совета придут его коллеги-преподаватели, если вы же будете дарить, ты что, обалдел? За что ты там голосовал? Он проголосует как надо. Не волнуйтесь. Потому что было бы это давление снизу, было бы это коллегиальность преподавателей. Все будет. Ну, например, простой пример. В ученый совет входит по должности, как правило, глава профсоюза. Так, собственно, глава профсоюза и должен был бы поднять бучу, что там коллеги, беда пришла в дом. У нас декан, чтобы сбрендил, проголосовал за то-то и за то-то. Что делать бы? Ну, как бы коллеги бы, собственно, пошли бы там. С вилами, факелами к своему любимому декану. Объясняйте, что он был неправ, не за то голосовал. Но я слышал, что происходит у вас в гидромете от ваших коллег. У вас... Проблема-то как раз в том и состоит, что у вас не было и нету вот этой вот герезонтальной структуры преподавателей. Да. Ну, такая... Вот и вот, собственно, вот и ответ. Нету герезонтальной структуры преподавателей, никто не будет вас защищать. Ваши интересы не интересуют руководство университета. Руководство университета, поскольку вы его не назначаете, и не выбираете, у него свои проблемы. Там деньги, еще чего-то, там земля и так далее. А проблемы ваши, конкретно, их не волнуют. Вы не являетесь стороной идеологии. Понимаете? А стороной идеологии можно быть только имея сильную горизонтальную структуру. Ну, я согласна с вами, что горизонтальная структура тут бы помогла, но просто еще вот вас не очень интересует, как именно формируется учебный совет. Но мне кажется, что в какие-то моменты это важно становится. Меня интересует, как формируется учебный совет. Потому что, если он состоит, понимаете, в основном из начальства, а с каждой кафедры по человеку, и этот человек в основном выбирается какой-то такой преподаватель поскромней, то мы получим то, что мы получаем. Вы, вы узнаете, еще раз, как выбирается учебный совет, это еще важный вопрос. Но этот вопрос существенно образом зависит от того, о каком конкретно университете мы говорим. Слишком много зависит от конкретной специфики. Поэтому заниматься разбором, как формировать учебный совет в гидромете, или в МФТ, или где-либо еще, не очень осмысленно. Потому что, как говорится, нельзя дать каких-то общих рецептов. Ну, я не спрашиваю, это официально, я не спрашиваю мнение. Хорошо. Теперь вопрос по поводу финансирования. Вот, на самом деле, он коррелирует с вопросом предыдущего товарища. Государство действительно должно платить ВОЗам хорошую зарплату. Ну, то есть, хорошо финансировать, чтобы базовая зарплата была хорошая. Это тут вопросов никаких нет. Вопросы следующие. А как, собственно, государству, вот, это вопрос, относящийся к нам тоже, а не только к государству, а не к государству, а не к государству чиновников. Потому что мы можем как-то это и повлиять, и рекомендовать. Как, собственно, государству тогда оценивать нашу работу? Сейчас государство очень любит делить ВОЗы на волков и козлищ. Вот это вот МГУ, СПГУ, еще там может быть кто-то. А все остальное еще без тех. А все остальное, это такая шушера. Ни о чем мы говорить еще не будем. Три копейки мы будем платить, потому что они вообще существовать не должны. И действительно, среди этого есть и шушера, а есть, в общем, и не шушера. Вот, и как вот тут вот, по вашему мнению, можно было бы с этим... По моему мнению, государству никак. Ну, это получается, что договоришь, что количество... Дайте, договорю. Хорошо. Оценивать качество вузов или преподавателей и так далее, должно, безусловно, экспертное сообщество. То есть, есть эксперт. Например, как оценить математический факультет Саратовского государства. В Саратовский государство должны приехать и разобраться с тем, что там происходит. Люди, чья квалификация не вызывает сомнений. Таких людей может предоставить. В такую комиссию было бы, наверное, не вредно включить каких-то заведомо независимых коллег из рубежа, но не слишком много. Преподаватели, скажем, в ведущих, например, в квалификации, скажем, математиков, скажем, от Меха, Санкт-Петербургского, она, допустим, не вызывает. Вот они, собственно, должны оценивать. То есть, ответ такой, кто должен оценивать, кто угодно, кроме чиновников, экспертов, специалистов, в той или иной области. Ну, то есть, это общественная организация, по-вашему мнению, да? Ну, если Академия наук – это общественная организация, то такой ответ подойдет. Тут, главное, не в том, общественная это организация или государственная. Важно, что это организация независимая и состоящая именно из экспертов. То есть, из тех людей, чья квалификация не может вызвать самым. Откуда они финансируются независимые? То есть, это же тоже, да. Ну, а кто у нас проводит, да, добавим оценку? Ну, кто проводит оценку, кто-то финансирует. Вот, ну, например, ну, это некая отвлеченная абстракция, на самом деле, потому что сейчас у нас такой проблемы нет. Я думаю, что было бы хорошо и правильно, если бы, скажем, реформированная Академия наук. То есть, не в том виде, в каком она есть сейчас, все-таки реформированная, потому что к нынешней Академии наук есть очень много претензий. Но вот некая хорошая, обновленная Академия наук, она вполне могла бы быть именно тем общественной, общественной организацией, которая занималась бы экспертизой университетов, институтов и так далее. Но тут надо понимать вот какую вещь, что когда мы говорим об экспертизе, нельзя с этой экспертизой, как говорится, пригибать палку. Потому что не бывает одного сильного университета в стране, не бывает одного сильного профессора на кафедре. Если у вас есть, чтобы был один Эйнштейн, в Готтингене должно было быть два десятка не Эйнштейнов, и еще три сотни совсем не Эйнштейнов, и еще тысяча вообще не Эйнштейнов. Но любой сильный, квалифицированный университет или институт является частью сообщества. В сообществе есть не только хорошие, но и плохие. Поэтому экспертиза, экспертиза, но экспертиза должна, что-то называется, отсекать или отсеивать, ну, какие-то уж совсем выпьющие случаи. Потому что нельзя закрыть, просто так закрыть университет, просто потому что там 90% преподавателей не достаточно квалифицированы. Его нужно реформировать. С этим университетом нужно что-то делать. Но закрывать надо очень осторожно, потому что вот создание, вот для нормального функционирования МКУ, нужно и наличие еще там нескольких десятков менее сильных университетов, потому что они вместе образуют, так сказать, некую экосистему. То есть, поэтому вот экспертиза, экспертиза, я за экспертизу, но с ней нужно быть очень осторожным, я считаю, это так. Еще один вопрос, вот по поводу грантов. Значит, вот вы говорите, что базовое финансирование, да, за базовую работу плюс гранты. Это все совершенно, вот, я совершенно с этим согласна. Вот. Вопрос состоит так. Вопрос я ставлю так. Если есть грант целевое финансирование, да, то люди, которые работают на этом гранте, они, что, переводятся на, начинают работать на полторы-две ставки, или их основная работа отстрадает, или вот как? Вот как совместить вот это вот базовое плюс дополнительное? Вот. Я, значит, почему этот вопрос задаю, потому что вот там, где я работаю в Финляндии, с этим тоже проблемы. Ну, опять же, какие-нибудь все. Вот, как вы можете... Вопрос, ну, хорошо, ладно, давайте попробуем ответить на него. Но, как мне это видится, вот, как это было у моих друзей и коллег, скажем, на физфаке. Потому что у математиков тут все немножко по-другому. Я, вот, у физиков, у них дело все и так. Вот, есть преподаватель, ученый, он занимается наукой, работает. И он получил грант на проведение каких-то исследований. Ну, вот он, ту часть времени, которое он тратит на науку, а ученый, любой преподаватель, он работает не 8 часов в сутки, а 24 часа в сутки. Вот они, собственно, из этих своих 24 часов в сутки, они существенную часть времени тратят на проведение соответствующих исследований. Потому что есть деньги, есть возможность провести такое исследование. Ну, собственно, то время, которое он занимается наукой, он начинает на это тратить. Как это оформлять юридически, там, полторы ставки или две ставки, ну, не знаю, во-первых, зависит ситуация. Может быть, исследование будет занимать настолько много времени, что преподаватель ничем другим заниматься не сможет. Ну, значит, наверное, он должен перейти на какую-то долю ставки, пока он будет заниматься на данном исследовании. Если ему это не мешает совмещать, ну, значит, не должен. Но, опять же, деньги должны платиться за работу. Если человек занимается научным исследованием, соответственно, деньги он получает за научные исследования. Если человек ведет занятия, значит, он деньги получает за то, что ведет занятия. Та совершенно фантастическая, феноменальная вилка, которая есть в российском законе об образовании, согласно которой преподаватель должен заниматься наукой, вести преподавание, заниматься воспитанием, играть на баяне, вышивать крестиком, петь в хоре и так далее. То есть, там, ну, там, последний ответ, я шучу, конечно, но, в общем и целом, там, список, там, нормальный такой абзац. И за все занятия 15 тысяч окладов, да. Естественно, это сумасшествие. То есть, если преподаватель, вот, например, как, вот, физки, мне за это боролись. То есть, у меня есть старушка аудиторная, 6 пар в неделю. Это ставка. Соответственно, за эту ставку я должен получать свой оклад. Ну, плюс так, на какие-то федеральные. Если я, помимо этого, занимаюсь наукой, статью написал, мне за это надо заплатить денег. Если я учебное пособие написал, мне тоже надо заплатить, наверное, денег. Если, ну, если не заплатить, то как на каких-то общих основаниях. Да, то есть, например, ну, хочет, считайте, институт, что он, там, за статьи ВОЗ, там, в Web of Science, вот, деньги платит, а за статьи в Скоббище не платит. Ну, ну, хорошо. Ну, такие правила игры. Там, или, там, за монографию мы платим, за статьи не платим. Ну, тоже, ну, правила игры какие есть. Но нельзя заплатить человеку денег за то, что он чего-то не делает или, что он занимается фиг знает чем. Зарплаты должны быть за работу. То есть, если человек ведет преподаватель свою, там, свою штавку, штатную, значит, он за это должен получать свою зарплату. Ну, вот, мой взгляд, ровно такой. Ну, понятно. Сколько человек их делает, сколько он получает. Если у него работа, то это не единственное. Ну, ладно. Ну, в общем, на самом деле, у меня еще много вопросов, не знаю, интересно ли всем слушать мои вопросы. Может, еще у кого-нибудь есть вопрос? Да. На этих 90-х годах, когда он развал Советский Союз, многие СМИ перелешли пока только регрехата, но только их государство приватизировало, так более-менее. Вы не думаете, что после того, как это вузы и прочие получат независимость, им все равно им понадобится какой-то либо капитал, и они могут идти в частный сектор? Ну, я не вижу, вы так говорите, частный сектор, в случае с ОЗОМИ, как будто это что-то плохое. Ну, например, Стэнфорд является частым вузом, и ничего, все в порядке. Вуз может быть частым, ничего там такого уж совсем плохого-то нету. Вопрос, как это реализовано. Во-первых, во-вторых, ну, с учетом того, какая, простите, задница была в российском высшем образовании в 90-х годах, все-таки вузы тогда не перешли в частный сектор, хотя многие были бы рады. Так что, не думаю, что такая, не думаю, что вероятность такого исхода событий, как то, что вузы станут счастливы, что она в реальности существует. Ну, с одной стороны, с другой стороны, по поводу СМИ, ну, я, кстати, хочу отметить, что, конечно, российские СМИ – это треща мерзости, но все-таки среди них были и хорошие каналы, причем как раз-таки частные. Ну, годы в 2005-м, паром, все закончились. Да, ну, вот, кстати, из ныне существующих, и везде на каналы то, что, например, частные, если я правильно понимаю. Не то, что я его смотрю, не то, что бы он мне нравился, но, вроде говоря, ничего. Ответим на вопрос. Еще такой вопрос, касательно непосредственно вы говорите про статьи. Я думаю, что все со мной согласятся, что в российском спектре, так сказать, научных изданий творится, ну, просто говоря, какой-то кошмар. То есть это могильники, это статьи, которые цитируются, то есть это издания, которые цитируют сами себя, вот эта переплесная вся ситуация, это все жутко коррупировано и прочее, да? А какую область тут говорите? Ну, я вообще занимаюсь математикой и компьютерной наукой, да? То есть то, что творится вот в математических изданиях, да, особенно всяких околоуниверситетских, которые линцовские, которые индексируются, которые там включаются в лаг, да? То есть, как бы, ну, ситуация с научными изданиями вообще актуальна. И в чем, и это один из основных, так сказать, показателей того, что наша наука, как бы, она вот, ну, где-то непонятно где. Вопрос, в чем первопричина, наверное, вот этих всех вещей, то есть это, возможно, там, Академия наук проблемы или еще что-то, и как с этой проблемой системно бороться? То есть у меня ответ на этот вопрос нет. Значит, отвечаю. Во-первых, все-таки про математические журналы вы зря. Я, как бы, тоже математик, и с российскими математическими журналами я довольно неплохо знаком. Многие из них, именно из математических журналов, в общем-то, вполне неплохи и весьма котируются за рубежом. Между прочим, и, например, какие-нибудь мат-заметки, мат-сборник и так далее, их назвать могильниками, ну, я бы не стал коричиться. Это, в принципе, хороший, уважаемый журнал, которые за рубежом, собственно, считаются и так далее. Теперь же, собственно, более, так сказать, конкретно. Да, проблема с паршивыми журналами, она действительно существует. Проблема в том, что журналы, и не только, кстати, российские, занимаются перекрестным цитированием и тому подобными накрутками, это тоже факт. Но это не российская проблема. Дело в том, что вообще система научных журналов в мире, она во многом устарела, потому что, я извиняюсь, но издательство офигения, собственно, какой-нибудь Шпрингер и так далее, они потеряли совесть и так далее, и так далее. Почему они офигены? Ну, вот сейчас точно надо об этом говорить. Ну, могу сказать, то это, собственно, недушек народу будет интересен, давайте хорошо расскажу. Значит, ситуация, в которой журнал решает, когда он сам решает, когда он будет публиковать статью в открытом доступе, она совершенно безумная. Это не его журнал «Собачье дело», как кто будет читать эту статью. И сейчас, например, в математике хорошим тоном считается сначала статью выложить в открытый доступ. Такой ресурс, который называется «Архив», а потом уже публиковать ее в реферируемом журнале, потому что галочку поставил надо. Собственно, вот эта вот ситуация, отсутствие нормального доступа к знаниям свободного, которые любят рассуждать достаточно-таки по делу пиратские партии различные, она объективно существует. И, как раз, один из ее аспектов – это то, что научные журналы потеряли всякую шокость. То есть, когда вы, например, приходите в магазин и видите научную монографию за 800 рублей, что? Это как? Что в таком толстом кирпиче может стоить 800 рублей? Обложка? Ну, ладно, и хорошо бы, если из этих 800 рублей отправился бы автор, ну ладно, автор хороший, может, мне не жалко. Но ведь нет. Автор получает за публикацию фотографии «Кукиш Маслова». Как вы сами понимаете? – Издательство объясняет дорожание бумаги и, в принципе, рабочей силой? Ну, я могу еще раз повторить, издательство офигели. Они слишком, им слишком нравится стричь, как говорится, деньги с людей. И, в принципе, если уж так говорить, я склонен считать, ну, что в будущем вся эта система реферируемых журналов, она уйдет наконец-то в прошлое. И будущее – это за ресурсами типа того же самого архива и так далее, которые в будущем, возможно, станут рецензируемыми. То есть, ну, я на добровольном началке. Я прочитал статью, я считаю, что она хорошая, я пишу рецензию. Я прочитал статью, я считаю, что она плохая, пишу рецензию. Ну, вопрос, как бы, реализации этого механизма, он такой. Ну, в общем, время менять копирайт, но, наверное, нет смысла углубляться. А вторая важная проблема в вашем вопросе, она состоит вот в чем. А почему журналы так вот скурпливаются? Потому что, ну, кометрия. Потому что журналу выгодно и поощряемым поведением является вот это вот самонакручивание, самоцитирование и так далее. И это, опять же, проблема отнюдь не только российская. Тот бардак, самое ценное слово, которое я могу к этому применить, которое творится в зарубежных журналах, по сомнению с этим российские журналы вообще лапочкой. Потому что, если, например, вспомнить недавнюю, там, несколько лет назад, была история в Египте, когда там появился только в Египте, научный журнал, сапокфалка, потому что там 10, по-моему, или 20. Ну, офигеть, конечно, да. Потому что понятно, как это было сделано. Это проблема, да. Вот наукометрия – это реально существующая проблема. И это как раз вот то, о чем я говорил, что начинать мы должны с оклада. Оклад – это деньги за выполнение служебных обязанностей. И если моя служебная обязанность – вести занятия, то зарплаты я должен получать за то, что я веду занятия. То, что я пишу статьи – это мое личное дело. Оно к ведению занятий не относится. Хорошо, если университет еще понимает, что заниматься наукой надо, и будет оплачивать эти статьи. Это хорошо. Но в первую очередь зарплата не должна быть привязана ни к каким наукометрическим факторам. Если, скажем, я заведующий кафедрой, то я считаю, что преподаватель Ратюнов – дурак, он плохо ведет занятия или плохо занимается наукой. Может быть, тогда должно быть собрано то же самое специальное сообщество, оно должно оценить преподавателя Ратюнова, и, соответственно, если эксперт, решавший Ратюнов, занимается какой-то этидомочной херней, то его надо уволить. Если это соответствующим образом прописано в уставе, в документах и так далее, по закону. Но нельзя основную часть зарплаты, вот то, что любят делать, называя это почему-то эффективным контрактом, привязывать к наукометрическим параметрам. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, российские научные журналы, которые были при советской власти в массе своей, и, ну, верхний толк, да, там, 10% лучших журналов были весьма достойными и действительно серьезно относились к тому, что они публикуют. Но сейчас, когда вот тот же самый журнал «Матзаметки» говорят, что у вас плохой журнал. Почему? Потому что у вас импорт-фактор маленький. А то, что в том же самом журнале «Математические заметки» опубликовано огромное количество совершенно блестящих статей. Ну, сорян, ребята, у нас импорт-фактор за три года считается. До свидания. Ну, тут проблема в неправильном использовании наукометрии, в излишне, кстати говоря, сберегатизированности высшего образования и в том, что, да, я еще раз повторю, время менять, как правило. То, в каком виде он существует сейчас, это издевательство на здоровом смысле. Спасибо. Спасибо. Я, если добавить, да, то, что небольшой такой момент, что вот у нас в университете ВСПГБУ на факультете происходили чистки как раз-таки неугодных людей, исходя из вот этой наукометрии. То есть у нас есть определенный класс преподавателей, которые публикуются вот в вот этих вот журналах самоцетированных, да, совершенно нулевые статьи. Есть люди, которые публикуются, но редко, там. Мало публикаций на английском языке, ну, то есть по вот этим параметрам, да, они не подходят. И, соответственно, вот эти все вещи тоже используются для чисток, к сожалению. Да, конечно. Какой все-таки ответ на этот бардар, по которому вы говорите? То есть, с одной стороны, вы говорите, доверять судьбу образованию чиновникам нельзя, при этом вы говорите о том, что общество должно поддерживать глухо, потому что они хорошие, ну, требовать, чтобы государство финансировало, несмотря на их позицию, да, а вот этого академического сообщества. Вот, и при этом вы, ну, говорите, что там, ну, в науке есть масса проблем, которые, ну, вы так и не сказали, как это решить. То есть это подрывает доверие общества, ну, в целом, к науке и к системе образованию. Нет, ну, это решение проблемы реферируемых журналов все-таки одно, доверие к науке – это немножечко другое. Проблема реферируемых журналов – это достаточно внутреннее проблема математического научного сообщества. Я не думаю, что если мы сейчас выйдем на улицу и спросим про отношение людей к импакт-фактору и к наукометрии, что вам кто-нибудь, что может, у меня-то, что не сказать по этому поводу. То есть, нет, ну, наличие внутренних проблем в науке – это не секрет. Естественно, они есть, и они есть не только в российской науке, они есть в какой угодно науке. Ну, это некие кризисы, которые, я думаю, что научное сообщество в состоянии само преодолевать. Ну, и, собственно, например, тот же самый архив является… Архив – это вот ресурс, архив .org. Этот ресурс, он, наглядно, демонстрирует, что сообщество вполне в состоянии преодолеть эту проблему. То есть, там, 10 лет назад этого архива не было, 5 лет назад им молод кто пользовался, а сейчас он очень популярен. Потому что, действительно, вот сейчас вот, когда ты хороший, тот, сначала Статья Барьев, потом уже все оставил. То есть, сообщество решает свои внутренние проблемы. Немного на другом, вот если взять гуманитарные науки, вот, есть, например, какие-то модные темы, там они тоже, да, гендерные исследования, которые финансируются активно, да, и можно придумать много разных теорий, да, и проконтировать. То есть, я вот про этот кризис, гуманитарные науки. То есть, есть он или нет, это все-таки не естественная наука. Ну, про кризис гуманитарной науки лучше я спрашиваю гуманитариев, я не гуманитарий. Есть, конечно, отношение к всем этим многочисленным гендерным исследованиям. Действительно, это, так сказать, модно. Естественно, это то, что модно туда и всякий сброд тянется. Да, это, правда, это проблемы, конечно, существуют. И, конечно, различные, вот, в Америке весьма популярные профессора по гендерным вопросам, естественно, они подрывают собой авторитет серьезной науки. Да, но в Советском Союзе были же профессора по части марксизма и леднинизма. И ничего, тоже, ну, конечно, подрывают. То есть, ну, и вроде ничего, да, то есть вроде как неправильный спережек. И в Советском Союзе все-таки, опять же, не идеализирую, не одобряю, не люблю, но авторитет преподавателя, он, там, человек с образованием, он все-таки был и был реальным. И люди, действительно, относились с уважением, потому что, ну, ладно, вот так. То есть, подрывает, подрывает, но, наверное, все-таки не полностью. Да, и этот вопрос, собственно, о том, что хорошо бы, конечно, очистить науку от уж совсем откровенных фриков и идиотов. Это, конечно, вопрос есть. И как в свое время произошло очищение медицины от биологии от Лысенко, как произошло очищение медицины от всяких гумеропатов и тому подобных, мануальщиков и так далее, ну, наверное, произойдет очищение гуманитарных наук, когда произойдет определенный кризис. Ну, до этого надо дожить. Но я считаю, что это та проблема, которую научное сообщество вполне в состоянии саморешить. Когда оно придет к осознанию этой проблемы? Для российского научного сообщества гендерные исследования не являются проблемами. Потому что у нас есть масса других, более тяжелых проблем. Поэтому все-таки меня беспокоит и забудьте, это именно российские проблемы. То есть, например, в свое время Петрик, небезызвестный, нанес, было, очень серьезный удар по престижу науки. Но тогда именно, кстати, Академия, которая дала нам комиссию по борьбе с лженаукой, она его остановила, и именно она добилась его разоблачения и так далее. То есть, например, какие-то другие истории, например, это самая Академия Айян, прости господи, с ее блестящим академиком Крымовым и тому подобным. Ну, это тоже был определенный момент угроза для престижа науки в целом и Академии в частности. Ну, академическая сообщество сумело справиться с этой проблемой, и сейчас, ну, куда ни глянем, везде, когда вы начнете читать что-нибудь про Айян, пытаются наказать информацию, вы очень быстро поймете, что это фрики и достаточно написано изоблачающих статей и так далее. То есть, академическое сообщество, пусть и медленное сопровождение, вот все-таки с такого рода кризисами все-таки может справиться. Просто если резюмировать вашу позицию, то есть вы считаете, что со всеми проблемами, которые возникают внутри науки, научное сообщество в состоянии справится со всеми. Это вот вопрос связан с тем, что вот вы все-таки начинали с того, что общество должно поддерживать все равно. Ну, то есть, потому что университетом самим не справится, нужна общая сообщество по контролю за финансированием государства. Вот. То есть, вы говорили об обществе, получается, что сами проблемы может решить, что в научных сообществах то есть общество не может никак уменьшиться. Что такое общество, скорее, скорее, вот о чем поговорить. Есть различные компетенции. Есть различные компетенции. Общество некомпетентно разбираться с тем, кто прав, Лысенко или Вавилов. Потому что общество в целом не понимает, ну, что там Лысенко сказал, что там Вавилов сказал, так они так не разберем. Они оба странные. Какие-то говорят, не пойми, что. И реализация, и чего-чего-чего-чего. Вот эти внутренние научные, и околонаучные кризисы сообщество может самому себе разрешать. Потому что оно в этом компетентно. Потому что биологу придет и он скажет, что там Вавилов сказал, что Лысенко не прав, потому что дальше, опять же, не пойму ничего, то есть, то, что он скажет. Или кто-то другой придет и скажет, что там право вот такое-то, потому что ушло. И вот доверие общества к науке, к академическому институту, оно как раз и позволяет решать эти проблемы. Потому что вот как было с Петриком, когда научным сообществам удалось понятно объяснить, что Петрик шарватан и так далее, вот тогда общество это подело, и, собственно, да, действительно бежит. Петрик потерял и деньги, и поддерживаю, и все остальное. Ну, вот, собственно, вот как-то так. Вот что касается, ну, есть, конечно, взаимодействие общества и государства, и университетов. То есть, да, соответственно, это общество должно помогать университету, но, допустим, что университет помогает обществу, потому что университет поставляет, ну, специалистов, которые улучшают жизнь вот этого самого общества. Естественно, у общества есть какие-то запросы по отношению к университету. И если у общества есть запрос на гендерные исследования или на исследование рабочих прав и еще что-нибудь в таком духе, ну, естественно, у него, это, как университет же, находится в дебакууме, естественно, но эти требования, так или иначе, он имел бы услышал. Как-то этот запрос, да, формируется, и будет ответ на этот запрос. То есть, ну, как бы мы все-таки находимся не... Вот университет все-таки не как бы в этой книжке Горбисер, да, он не... он может быть независим, может быть автономен, ну, не может существовать вне общества. Да, то есть... Ох, 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 ох... Алло, я знаю. Вам, наверное, сказали, если запросы формируются, и как полфу стоит запросы формируются. Да... Но в надежде гендерной следует... Оно как-то само происходит. Ну, сложно сказать, да. Ну, хорошо, там, во время, например, Великой Отечественной войны был понятный запрос на то, что нужно делать танки лучше, быстрее и дешевле. Общество сформулировало свой запрос вполне понятно, да. Ну, наука, ну, можно это выключить уже, наконец? Да, так я упомянула, спасибо. Ну, собственно, общество сформулировало запрос, наука, что смогла, то сделала. Ну, по-разному формируется этот вопрос. Отчасти он, конечно, формируется за счет тех самых грантов, как остаток, по которым я об этом говорил, собственно. Гранты могут очень существенно искажать результаты исследований. А нужно ли с ним бороться? За счет недобросовестности. С грантами бороться нет, не нужно. Ну... С этими исследованиями недобросовестными как бороться? С недобросовестными нужно бороться за счет института научной репутации. Потому что, ну вот, опять же, если мы говорим о математике, о науке, есть такой многим известный Анатолий Тимофеевич Фоменко. Он прекрасный математик, действительно замечательный. Он очень приятный человек, хороший лектор. Но какой он историк, все знают. И, собственно, он, например, за счет этого все очень существенно испортил репутацию. То есть... Вот институт репутации есть. Если общество поймет, что там, агроподавляющее общество граждан, занимающихся всякими гендерными исследованиями и так далее, они просто, извините меня, гранты сосут, и честно, вот, научный сообщество это признает, ну, это будет, собственно, полкинореля пути к разрешению данного конкретного кредита. Но, поэтому, этот кредит содержится, будет другой, там, не знаю уж какой, но в науке, помимо, там, скажем, 40% добросовестных исследователей, конечно, есть еще остальные 60 разной степени недобросовестности. Да, просто не удачу некуда откровенных журналистов. Ну, это всегда так. И, там, и в математике есть свои недобросовестные исследователи и физики, и биологии, и в гуманитарных науках. Ну, это некая данность. И единственный, собственно, способ с ним бороться, это вот, как раз, то, о чем я говорю, это институт репутации. Будет институт репутации. Ну, здорово себя достаю. Гром говоря. То есть, ну... Кажется, многим это, может быть, все равно, если мы говорим о людях. Статьи перестают печатать почему-то. На конференции, например, машину. То есть, человек, который утрачивает свою репутацию, с ним, ну, говорится, общаться просто перестают. А в научном сообществе, ну, это очень сильно. Это проблема. Соботок выгоняют. То есть, и даже как-то оно само получается, да? То есть... Ну, там есть, там, несколько известных эпизодов с людьми, которые, как раз, вот, потеряли, утратили свою репутацию в России, собственно, в российском, пока, с математическом случае. Но эти люди, они, как бы, там, человек работает в заштатном университете, потому что у него один серьезный, его не взяли. Его не назовут на конференции, с ним никто не разговаривает. Его никто не любит и все позирают. Есть, конечно, люди, которые, как тот же самый Петр, да, какой-нибудь, которые говорят, что как в сусе вода. Ну, да, и такое бывает. Но я, как бы, не думаю, что, там, сжечь на костре или еще что-то сделать, там, или уволить, или привести какую-то иллюстрацию, что это хороший путь. Потому что это путь к охоте на ведьм. И, да, можно, собственно, может быть, данный конкретный человек и очень плохой. Но где гарантия, что репрессивное законодательство не будет потом применено хорошим? Ну, вот как здесь все в старой штативе? Изначально ее применяли, насколько я помню, он стал террористом, там, совсем уж отвороженным, товарищем. А сейчас ничего начали применять и ко всем подряд. Это проблема любого репрессивного законодательства. Оно рано или поздно выходит из-под контроля. И чтобы оно не выходило из-под контроля, лучше, чтобы его вообще не было. Поэтому такие вот целенаправленные, законодательно одобренные репрессии, я не думаю, что это будет решение каких-либо задач. По поводу выборов рептора, вот вначале вы говорили о том, что возможно, что студенты могут участвовать, а вам известны такие примеры, что студенты участвовали в выборах репрессивных? Или это идея? Слушайте, я боюсь точно сказать, но, например, в МГУ, пока там были выборы, насколько я... Там совершенно точно в выборах принимали участие не только преподаватели, но и другие сотрудники, в том числе, не связанные с наукой, то есть там сотрудники хозяйственной части и так далее. И, насколько я помню, студенты тоже имели какой-то голос. А как это было организовано? Вот я, честно говоря, точно не понял. По-моему, представители студенческого правкома были участвовали в конференции, то есть участвовали в конференции, и, в частности, голосовали там, в зале против студента. Но, то есть тут, скажем так, вот по поводу... Вы должны выбирать студента-ректора, я думаю, что какое-то участие, конечно, в этих выборах должно принимать. Но понятно, что студентов намного больше, чем преподавателей, и, конечно же, их голос должен иметь меньше веса, чем преподавателей, потому что, во-первых, их слишком много, а во-вторых, потому что студенты зачастую некомпетентны в том, как ректор работает. То есть их мнение должно учитываться. Поэтому я старался осторожно говорить, что они должны каким-то образом принимать участие в этих выборах. То есть, все-таки, если студенты будут наравне с... Я говорю, давайте себе принимать участие в выборах. Это, наверное, нехорошо, потому что когда, фактически, студенты будут выбирать ректора. Это, ну, неправильно, да, потому что все-таки студент в университете гостин пришел, тысяча пять лет ушел. Да, так ли, через шесть. Или раньше. Но какое-то их влияние должно, безусловно, быть. И, например, в Фистехе, в МГУ и много где еще в состав ученого совета входит представитель студенческого правкома. Помимо того, что студенческий правком это в большинстве вузов, в том числе в МГУ, это ужас, ад и кошмар. Но, в принципе, это правильно, да, потому что студенты должны, студенческое сообщество должно принимать участие в управлении университетом. Они тут все-таки хоть и гости, но все-таки не совсем чужие люди, как говорится. Ну, вот, примерно так. Что, вопросы есть всякие? Прошу про самодействие и создательство. Как это можно понять правильно? Как самодействует, собственно, науки и создательство между науками? Чтобы издательство не наклеено. Есть ли тут какое-то... Да, ну, честно говоря, по-моему, сейчас уже, по-моему, в бочку, издателей в бочку посадить, забить и в море. Вот. Не получилось. Как бы, нормальное взаимодействие с издательствами, на мой взгляд, должно быть такое, что издатели, из издательства продают свои бумажные копии своих статей, так как им хочется, кому хочется и за сколько хочется. Спростанная бумажная копия всегда будет, наденешься. Ну, статья совершенно точно должна поступать в открытый доступ от памятной публикации через полгода, максимум. А может быть, и через месяц, а может быть, и сразу. Это во-первых. Во-вторых, вот в чем функция научного журнала? Функция научного журнала состоит в том, что мы, научный журнал, гарантируем, что эта статья, которую вы сейчас считаете, что ее, помимо вас, прочитало еще, скажем, два человека. Два рецензента написали, и они гарантируют, что эта статья, по крайней мере, не содержит другу хорошо. Бывает, что, конечно, в статье, которую прочитало и 2, и 22, и 22, уважаемых ученых, все-таки находится ошибка. Ну, случается такое, бывает. Но все-таки научный, там, реферируемый журнал, он говорит о том, что мы отвечаем за то, что эта статья, ну, по крайней мере, не содержит уж совсем откровенные лажи. Во-первых, с этой функцией сейчас многие реферируемые журналы, типа реферируемые журналы, просто откровенно не справляются. Да, там, кстати, аллог, корчеватель и так далее. Когда, собственно, в какой-то из же таких вот журналов реферируемых пусть загнали сгенерированные на компьютере текст, ничего, прошло, опубликовали. Вот, был такой чудесный эпизод. Я считаю, что будущее состоит в таких научной и социальной сети, можно так сказать, куда статьи выкладываются, после этого они реферируются и проверяются, ну, на, так сказать, общественных, но все-таки, я думаю, что оплачиваемых началах, да. То есть, что человек, который берет у себя труд, составит написать рецензионную статью, он все-таки несет ответственность за то, что он записал. И, собственно, таким образом эта статья появляется в открытом доступе. Ну, кто будет оплачивать тут таких рецензентов? Ну, во-первых, мог ли бы у него где-то скинуться по копеечке? А во-вторых, ну, могу, опять же, краудфайдинг и прочее. Могу добавить, что на Западе это не оплачивается. В России это тоже не оплачивается, ну, и что дальше? Это я говорю, потому что прецедент не будет, что это там не оплачивается. Ну, и что? Прецедент не оплачивается. Я сказал, вы уплатите, коррекция индивиду. Да? Да. Я сто тридцать, это стоило и на Западе. Да, я получу как-то. Нет, ну, хорошо, и что дальше? А потому что сейчас 130 лет, когда ты шуминдеграф не ничего, и что дальше? Что всегда и были неграрины, чего? Ну, как бы еще раз говорю, вам речь идет о том, что насилие оплачивается только 13 лет, а необычная вопрос вообще 29-й. Главное, что, самое главное, состоит в том, что лицензент должен нести ответственность своим добрым именем за то, что он опубликуется. И научное сообщество вполне может задать вопрос, собственно, дорогой друг, а почему ты пишешь себе, там, рецендируешь всякую лабуту? Почему так происходит? Ну вот, я думаю, что будущее примерно вот одно примерно вот так. Ну, опять же, пример Википедии, того же самого моего любимого лукмора, задание показывает, что, в принципе, такое вот общественное реферирование, по крайней мере, в энциклопедических статьях вполне работает. В научных статьях, да, просто в силу того, что комьюнити гораздо меньше, конечно, тут должна быть какая-то вот дополнительная мотивация и стимуляция. Хотя, ну, сейчас, например, с точки зрения многих моих коллег, ну, прилицензируя статью, ну, уважаемого журнала, это почет, да, то есть некая такая общественная нагрожда. Ну, вполне будет. Но самое главное, что журналы должны утратить монополию на научное отношение. То есть их монополию на статье, когда хотим, тогда и выкладываем, и не захотим, вообще не выложим, вот это, как раз, проблема. Ну, на мой взгляд, так. Такой вопрос, то есть я об этом уже спрашивал, но все равно остается, ну, для меня, по крайней мере. То есть, ну, наука, она не является, ну, поскольку она финансируется обществом в конечном счете, то, что государство собирает налоги, ну, оно не производит эти средства, оно забирает налогового взялщика. Вот, поскольку общество оплачивает деятельность, ну, образовательные и научные сферы, все-таки, вот, из ваших ответов я понял, что вы считаете, что это не дело общества, потому что оно не следующее, не компетентное, это не дело общества контролировать финансирование науки. Вот, но получается так, что научное сообщество само знает все про себя, все, но при этом общество давайте нам денег, потому что мы хорошие. То есть, я вот так услышал, может, я неправильно, нескоростно услышал, потому что, ну, я так вас понял, может, неправильно. Потому что, мне кажется, все-таки, что наука, поскольку она живет на средства общества, она должна зависеть от общества. Общество должно решать то, каким направлением развиваться, каким нет. Я понял. Ну, господин, я, как вы говорили про эксперта сообщества и так далее, да, должен быть арбитр, да, междуобществом, науке. Потому что общество хотело бы, чтобы его деньги расходовались по ум. Правда? Ну, говорю, вот, неплохой вариант такого арбитра – это, скажем так, сильно реформирование относительно текущего состояния кандиды. Потому что это, с одной стороны, организация, так сказать, находящаяся вне большей части науки, да, достаточно внешнего отношения. Ну, с другой стороны, достаточно компетентно, в том, чтобы понять, хорошее… Нет, просто дело вот в чем, как бы, скажем, общество хочет, чтобы, скажем, у нас было сильное сельское хозяйство. Но общество не может сказать, что вот в этом агрономном институте занимаются хорошими вещами, а в этом – плохими. Хочет оно этого или не хочет, оно не разбирается, оно не может, не могут они отличить, там, хорошего агронома от плохого агронома. Ну, нет, да, когда мне оба урожая вырасти, да, там, ну, лучше несколько раз подряд, тогда, да, понятно, это хорошее, это плохое, но так-то сходу непонятно. У этого очки, у того очки, у этого лысина, у этого лысина. Чем они только другом отличаются? То же самое, но еще больше это касается фундаментальной науки. Ну, не могу я объяснить человеку судиться, чем я занимаюсь и почему это важно. Ну, вот, есть такое поверье, что нужно уметь объяснить пятилетнему ребенку, чем там человек занимается, но это файл, да, это нельзя. Я не могу объяснить пятилетнему ребенку, чем я занимаюсь. Нет, ну, если я могу, ну, тогда придется послушать там трехлетний курс. Да, и общество там, как сказать, оно некомпетентно разбираться в том, я занимаюсь хорошими вещами или плохими, полезными или нет. В этом может разобраться и оценить, правильно это или неправильно, именно некое экспертное сообщество. Академия наука, например. Да, Министерство образования и науки в том или ином виде оно же все равно существует. И оно могло бы взять на себя, в частности, функции организации этих экспертов сообщества. Ну, как-то поучаствуют, пускай, да. Это для них нормальная деятельность. Но не чиновник из министерства, взявший на себя функцию представителя общества, будет решать хорошими вещами, занимаются там в физическом институте академии наука или фигней какой-то. Ну, вот, собственно, о чем я говорю. Да, общество и научное сообщество, они друг с другом взаимосвязаны. Хотя, в плане социальных связей, конечно, научное сообщество, скажем, России сильнее связано, чем с собственным обществом, скорее, там, сильнее связано с международным научным сообществом. Но, опять же, мы живем все не в вакууме, да, мы живем в стране. Поэтому, да, там, физтехис по БГУ, БУ или еще какой-нибудь университет связано с тем, кто его окружает, с обществом. Точно так же, как оно связано с международным сообществом. Точно так же, как общество оказывает влияние на университеты. Опять же, формирует повестку, формирует свои запросы к научному сообществу и так далее. А научное сообщество им отвечает, там, тем или иным образом. Ну, вот, ответил сейчас на вопрос или все еще нет? Ну, я уточню так, что, когда я говорю о том, что общество должно определять все-таки, какие направления развивать, я не имел в виду, что общество не должно при этом привлекать экспертов. Но конечное слово должно быть за обществом, а не за научным сообществом, как я воспомню. То есть, имеется в виду... Ну, а как общество может оценить мнение экспертов? То есть, эксперты скажут, что надо развивать вообще теоретическую физику, а вот, вы знаете, с физико-теорного тела надо опять повременить. Общество может оценить мнение экспертов? Все-таки, то есть, вы считаете, что научное сообщество тут полностью автономно, то есть, ему только денег надо, и оно само собой разберется? Оно не автономно, оно взаимосвязано. И, то есть, скажем, ну, еще раз, общество не может в точности определить, что там, этим самым головастиком очкариков надо. Ну, не может, как бы, кухарка разобраться с тем, надо сейчас поддерживать физику твердого тела или квадровую механику. Ну, не зная предмета, сложно определить, что из этого хорошо, что из этого плохо. Я, например, не знаю, что сейчас актуальнее, физика твердого тела или квадровую механику, уже не специалист. Поэтому взаимодействие общества, вот взаимодействие общества и академического сообщества, оно есть, оно должно быть, это нормально. Но главным арбитром в этом взаимодействии должно быть именно эксперты, то есть те, кто понимают, о чем речь идет. Вот, вот то, что я хочу вам сказать. То есть общество, скажем так, общество может, должно и будет, это просто объективная реальность формировать какие-то запросы. Например, общество Советского Союза 70-х годов очень хотело в космос, да, там, или 60-х годов. И, естественно, это формировало соответствующий запрос к академическому сообществу. И общество, там, из-за партии Советского Союза, вкладывало деньги в космос и так далее, и так далее. Ну, и, собственно, общее сообщество им давало на выходе результат. Летали спутники, исследовался Венера, исследовался Марс и так далее, и так далее. В таком виде, да, общество может и должно формулировать свои запросы по отношению к академическому сообществу. Но странно ей будет, если общество скажет, что академическому сообществу, значит так, ребята, надо лететь на Марс, поэтому давайте-ка вы сейчас разработаете, вот там то-то или то, а все остальное не надо, все остальное мы вам денег не дадим. Ну, так не бывает. Поэтому это взаимодействие, оно основано именно на неком, да, доверии обществу к табуке. Мы вам денег даем, вы лучше знаете, наверное, на что их потратить. Вы умные ребята. Наверное. У вас справка есть, да? Ну, вот, наверное, скорее так. Но, опять же, с другой стороны, и академическое сообщество тоже не может навязать свою волю. Ну, общество правда. Собственно, как бы, хороший пример, если мы посмотрим на результаты выборов по округу, где находится МГУ, потому что там в МГУ в главном здании есть свой избирательный участок. Потому что там куча людей. Вот, если смотреть на выборы президента или парламента там, то они существенно отличаются от выборов в среднем по стране. Что наглядно демонстрируют, что академическое сообщество какую-то свою позицию имеет, но навязать ее обществу не может. Ну, не знаю, может, там другой вопрос, там хорошо было бы это или плохо, но вот так нет. У меня не вопрос, такое вот добавление. Вы сказали, что профсоюзы не гнобят. Но, на самом деле, это не так. Профсоюзы действительно гнобят. В Петербурге, по крайней мере. Вы точно мне сейчас хотите рассказать про то, как профсоюзовские взаимодействия? Вы не услышали, что я сказал. Я сказал, что в МФТИ, членов профсоюза, не гнобят. Сейчас, потому что мы очень много работаем. А, ну, это да, но вы очень много работаете. Да, мы очень много работаем. Нет, вы действительно очень много работаете. Просто я хочу сказать, что, на самом деле, там была у вас сразу другая, но я здесь тоже не прошла. Нет. Ну, просто спросование. И еще, по поводу судов. Вы сказали, что суды, они ничего не решат, и ничего так не будет. То есть мало что решать. И, в принципе, я с этим согласна. Действительно, уповать на суд совершенно не... Это достаточно, так сказать, такая позиция недальновидная. Но, тем не менее, суды сами по себе полезны. Потому что они, в общем, выносят на поверхность просто где-то глубоко-глубоко заросли. Вот, и сам процесс, да, это, в общем, некое проговаривание. Вот, проговаривание... – Вы сейчас про Россию, или просто что? – А? – Вы сейчас про Россию, или просто что? Ну а как там появится солидарность? Нужны в какие-то средства? Не вот так, а вот с нуля. Ну вот, просто добавление. Ну где там эта солидарность, например, с узниками болотного дела, куда-то на вся делась, а болотное дело не делась. Ну, не знаю, суд это как средство, может быть, можно его использовать, но средства солидарных стран. Ну, как средство пробуждения к солидарности, лучше бы все-таки избегать этого. Потому что еще какие средства есть? Товарищи, давайте установим слово, 10 минут еще, да? Уже все, да? Мы, собственно, не торопим, потому что у нас следующее мероприятие, поэтому мы как бы не предлагаем закругляться, но как-то... Вести 10 минут, 10 минут, да. Вы как-то резюмируете свое решение? Да, резюмируем, если можно. Ну, если других вопросов нет, давайте попробуем резюмировать. Во-первых, спасибо большое за общение, было очень интересно. Надеюсь, что и вы тоже теперь не думаете, что лидеры профсоюза похожи на Шмакова, да? И самое главное вот что, ну, я не думаю, что я кого-то из вас в чем-то убедил, и не думаю, что кто-то из вас прямо изменится, если теперь свою жизнь вступит в профсоюз и начнет там за что-то бороться и так далее. Хотя это было бы, конечно, неплохо. Самое главное, что... Вот я уж прошу относиться друг к другу с уважением и солидарностью. То есть, помните, когда вы чем-то занимаетесь, что есть и другие люди, и пока вы не проявите солидарность по отношению к ним, никто не будет и не сможет проявить солидарность по отношению к вам. Потому что терпимость по отношению к мнению других людей и умение доверять мнению экспертов, это на самом деле очень важно. Вот это такое заключительное слово. Ну и, в общем, конечно, спасибо Санкт-Петербургу, мне очень нравится сюда приезжать, замечательный город. Что еще? Спасибо. 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 Спасибо.